Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас пустые баночки Avon и Fixed Price. Их тоже очень много, как и Faberlic. Много интересных продуктов. Оставайтесь со мной до конца. Давайте начнем с волос. И первый продукт, который попался мне под руку, это шампунь Avon. Драгоценные масла в серии Advance. Превосходное питание. Что могу сказать, девчонки, по этому шампуню? Он здорово действительно питает волосы и все, что здесь заявлено. И даже его хватает без бальзама. Он настолько масляный, настолько питательный продукт. Волосы после него очень хорошо расчесываются даже без бальзама. Поэтому для тех, у кого они не сильно пересушены, могу порекомендовать его использовать без бальзама. И останетесь довольны. Мои волосы он, кстати, не утяжелял, несмотря на то, что они у меня у корней жирные. То есть сама кожа головы по себе, можно так сказать, выделяет много подкожного сала. И ничего, вы знаете, очень даже неплохо справлялся со своей задачей. Поэтому рекомендую. Следующий продукт, это серия у нас тоже Advance и борьба с потерей волос. Бальзам и шампунь. Вот тут уже мне как-то не очень понравилось. Вы знаете, он тоже довольно такой вот кремообразной текстуры. Шампунь и бальзам хороший. Волосы увлажняют, все замечательно. Но он стал жирнить мои волосы у корней. И прям даже после помывки волос смотришь, и они как-то вот не очень чистые, что ли. Возможно, плохо именно очищает. А увлажняет хорошо. То, что он увеличивает продолжительность жизни волос, как здесь заявлено, и борется с потерей, ну, не знаю. Я не могу вам сказать, потому что потеря волос, это все равно процесс, который связан с внутренними проблемами в организме. Шампунь здесь никак не поможет. И стал даже к концу использования немного чесаться кожа головы. Вы знаете, сразу такого не было. А вот когда на постоянной основе, через день я мою голову, корни жирнит. Поэтому я больше вот эти продукты повторять не буду. Мне не понравились. Еще один продукт. Это, правда, не AVEN и не Fixed Price. Это девчонки из аптеки. Лошадиная сила. Бальзам. У меня был и шампунь. А бальзам стоит, мне кажется, уже год. И решила его допользовать. Шампунь мне из этой серии нравится гораздо больше. Вы знаете, мне кажется, там достаточно много кондиционера. И волосики после него такие вот объемные, легкие, но не пушистые. Нет, не пушит. По действию вот он мне очень нравится. Бальзам. Ну, что сказать. Он не сильно питает. Увлажняет, конечно, волосики. Они тоже блестят. Все нормально. Но кончики могут немножко быть суховатыми после него. А так, в принципе, нормально. А душка здесь самая такая ненавязчивая. Знаете, пахнет такой слегка чистотой, скажем так. Поэтому продукт, ну, не знаю, мне кажется, не сильно стоит своих денег. Если за шампунь мне не жалко было таких денег, бальзам нет. Закончилось целых два лака Тафт. Я уже много раз вам о них рассказывала. Они у меня в любимчиках. Самые классные. Которые долго держат объем. Даже на следующий день и через день на утро он держится. Мне очень нравится. Я укладываюсь с этими лаками, создавая прикорневой объем. Мне нравится. Я обожаю их. Зеленый, кстати, лучше синего. Он тоже неплохой. И как бы он у нас сверхсильная фиксация 4. Антистатик. Да, брала вот именно с этой целью. А здесь фиксация 5. Вот зелененький получше. Синий немножечко послабее, скажем так. Два оттеночных продукта вам покажу. Первый это Esteele. Тонирующая маска для волос. Я брала вот такой вот цвет интересный. 876. Светло-русый, коричнево-фиолетовый. Мне кажется, это типа, вот знаете, такой графит с фиолетовым оттенком. Почему я говорю мне кажется? Потому что абсолютно никакого оттенка на моих волосах этот продукт не давал. Вот так он выглядит. Вот такого цвета. Немножко, да, с фиолетовым таким вот, да, подтоном. Ничего вообще. Волосы увлажнял хорошо. Возможно, девочкам, у кого совсем высветленные волосы, прям вот блондиночки-блондиночки, он будет давать оттенок. Мне не давал. И второй продукт, Prestige. Вот так выглядит Tuba. Он вот такого вот синего цвета. И вот был бы тут написан, девчонки, цвет, я бы вам с радостью сказала. Я не помню, но это какой-то что-то типа Nordic, какое-то вот северное сияние из этой серии. И он действительно дает красивый пепельный оттенок на волосах, который вы могли видеть у меня в предыдущих видео. Он действительно работает, он довольно сильно пигментирован. И эта пигментация остается на ваших волосах. Девчонкам, опять же, блондинкам, у которых волосы сильно осветлены, я советую прям чуть-чуть брать и распределять по волосам, и держать максимум 3-4 минуточки и смывать. Я на полчаса наносила на волосы, как маску держала, и потом смывала, и класс вообще. Так, девчонки, по волосам все, давайте теперь по уходу за телом. Здесь у меня вот такой вот скраб из фикс-прайса фитокосметик, омолаживающий. Я делала на него обзор, кстати, причем на лицо наносила, и даже на лице мне очень понравилось, как он работает. Это травяной на основе молотых целебных трав, омолаживающих. Вот так он выглядит. Здесь много частичек, текстура гелевая. Он пахнет травками. Мне очень он понравился, девчонки. Он реально крутой и схож прям с кофейным, как я вот сама себе делаю для тела скраба кофейный. Он прям классно очень отшелушивает. Кожа после него нереально гладкая, потому что, мне кажется, здесь есть какие-то масла в составе. Кожа прям, ну, после него лоснится, такая гладкая, красивая. Мне очень нравится этот скраб. Буду в фикс-прайсе, обязательно куплю себе еще такой в запас. Линейка Инканта. Это Эйвон. Любимая моя линейка с обожаемым мною ароматом. Это спрей для тела и гель для душа. Потрясающе. Мне приходила она в подарок по легкому старту. Мне очень, девчонки, нравится этот аромат. И будут скидочки, буду повторять еще. Пахнет обалденно. На теле остается сутки. У меня точно, я выхожу из душа, когда, да, и на мокрое тело распределяла вот этот вот спрей. И аромат держится таким образом на теле точно сутки. Мне это безумно нравится. Я люблю эту линейку. И буду обязательно, буду повторять. И гель для душа с таким же ароматом. Пенится замечательно. За телом ухаживает хорошо. Не сушит тело. То есть никаких нареканий к нему нет. Ну, запах этот вообще, я просто кайфую, девчонки. Мне очень нравится. Кто думает, какую линейку Инканта выбрать, красную или голубую. А красную у меня не было, но в каталоге я ощущала. Она действительно немного приторная. А здесь запах более освежающий, но тоже с восточными нотками, с цветочными. Но очень вкусный аромат. Вот такой гель для душа Эйвен у меня закончился. Это у нас линейка Сенсис, Энергия Ци, зеленый чай вербена. Нравился. Вы знаете, хороший аромат. Но больше как-то может быть на лето. Он такой слегка освежающий. Чувствую нотки зеленого чая, плюс какие-то цветочные нотки. Пенился хорошо, кожу не сушил. То есть, в принципе, нареканий к нему нет никаких. Из этой линейки буду брать однозначно еще. Пробую тестировать другие ароматы. Хороший гель для душа. Что касается стирки. В фикс прайсе беру уже не первый раз вот такой вот гель для стирки Окс. Он потрясающий, девчонки. Здесь полтора литра. И стоит он, по-моему, 99 рублей. Это супер бюджетно для качественного продукта. Именно вот этот сиреневый мне зашел гораздо больше, чем желтый. Говорят, белый еще круче. Но в нашем фикс его вообще не бывает. А сейчас у меня в использовании желтый. Он немножко хуже отстирывает. Вот этот сиреневый. Белые колготочки у ребенка из садика. Белые носочки. Справляется на ура просто. Отстирывает замечательно. А душка прекрасная. Он концентрированный. Текстура гелевая и такая густая-густая. Его немного нужно. Пахнет он здорово. Какая-то парфюмерная композиция цветочная такая. Ну, в общем, обожаю его. Пока это продукт номер один для стирки у меня. И он ничем не хуже персил. Однозначно. А даже где-то и лучше. Поэтому присмотритесь в фиксе. Очень советую попробовать. Вот такой кондиционер для белья. Я тоже брала в фикс-прайсе. Вернель. Уже не помню, сколько стоил. Изысканный французский аромат. Что могу сказать, девчонки? Пахнет здорово. Цветочная тоже композиция. Здорово. Все прекрасно. Но белье после него не сильно мягкое. Если сравнивать с кондиционером от Фаберлик, Фаберлик в 100 раз круче. И вообще, перепробовав все, что только можно, поняла, что таких мягких тканей после стирки не бывает, как только после использования фаберликовского кондиционера. Поэтому больше экспериментировать не буду. И буду стирать только с ним, с Фаберлик. А этот так, среднячок. Закончилась точнее. У меня вот такая вот маска для восстановления ноготков от Эйвона. Она часто в последнее время бывает по скидочке. Здесь 30 мл. И мне очень понравилось. Я сейчас свои ноготочки не крашу. Гель-лак не наношу. Я решила их немножко повосстанавливать. Наверное, пару месяцев. Пусть отдохнут. А потом уже... Сейчас покажу вам этот продукт. А потом уже заново наносить гель-лак. Он такого светлого сиреневого цвета. Вот, видите. И это довольно плотный продукт, который вы наносите на свои ногти. Вы знаете, эффект даже после первого применения. Я вот так плотненьким слоем на ноготочки наносила. И, вы знаете, они у меня как-то вот окрепли. Очень мне понравилось. До этого я использовала этот продукт как крем для рук на ночь. Довольно питательный крем для рук. И в данный момент использовала вот именно для восстановления ноготочков. Мне очень понравилось. Поэтому, кто занимается тем же, чем и я, то есть восстанавливает свои ногти, советую присмотреться к этому продукту. Действительно, ногти укрепляются, как-то становятся плотнее, что ли. Не знаю. В общем, хорошая вещь. Мне, кстати, девчонки писали, что в Эвоне есть какой-то крем для ног. Я забыла, какой, к сожалению. Который с таким же составом, с аналогичным один в один. И как бы стоит еще дешевле, объем больше. Так, теперь, девчонки, уход за лицом. Гидрогелевая маска для лица Гуру Сияния от Эйвон. Вот так она выглядела. Ну, что вам могу сказать, девчонки? Ну, никаких впечатлений не оставила. Пахнет вкусненько. Она была вот здесь, кстати, у меня частички какие-то внутри остались. Ничего себе. Как патчи гелевые. Вот такая вот. Ну, и что она какие-то... Пахнет, кстати, кокосиком. Что она творит какие-то чудеса с лицом? Ну, подтягивает или выравнивает тон, сказать не могу. Как-то обычная маска освежающая, знаете, такая. Ну, не стоит она своих денег. Можно такой же продукт аналогичный, пусть и не гидрогелевый, взять подешевле гораздо. Поэтому повторять покупочку больше не буду. Любовь. Просто моя тоник линейки Сейдо или Сэндо. Молочная кислота цинк для жирной комбинированной кожи. Девчонки, я пользовалась им все лето и добила буквально только позавчера. У него такой расход маленький. Как я его использовала? Это фикс прайс, кстати. Я выливала на руку определенное количество и вдавливающими движениями, то есть как и нужно, как и правильно наносить любой тоник, так выдавливающими движениями в кожу его наносила. На кожу, на декольте. Просто супер. На жаркое время года, на летнее время года и на зимнее мне очень понравился этот тоник. Безумно просто. Смотрите, я 5 месяцев практически пользовалась вот этим болончиком. Он классный. Он реально классный. Он подходит для жирной кожи. Он слегка матирует, немножечко регулирует работу сальных желез. Тут действительно есть, судя по всему, цинк. Классный тоник, девчонки, у кого жирная кожа, обязательно попробуйте. Он прям вот аналог люксу, я практически бы даже сказала. Он работает. Следующий продукт, который не вызвал, в принципе, ну никаких впечатлений, это Вилсон. Вот такой вот тоник для лица. Тоник-мист, балансирующий. Здесь у нас, наверное, с манго или с чем-то такие вот пах. Приятненько. Вы знаете, вот летом им освежаться, просто так попшикаться на кожу лица, освежиться, нормальненько все. А так ничего он не делает. Абсолютно ничего он с вашей кожей не делает. Как будто воду распрыскали, да. Я сюда добавляла витаминчики, потому что надо как-то добить продукты, чтобы он приносил пользу. Жидкие, да, ампульные. И таким образом распшикивала, чтобы хоть какой-то эффект от него был. Покупчику больше повторять не будет. Последний, девчонки, продукт. Это маска-пленка для лица. Из фикс-прайса. Марка Peel-Off Face Mask. Я так понимаю. Вот как она выглядит. Это классная маска-пленка, которая слегка по действию похожа на маску-пленку из Эвенс Икрой, которая немножко такая, знаете, золотистая. Здесь прозрачная она, но она на кожу практически так же действует, вы знаете. То есть как-то вот кожа сиять начинает, слегка подтягивается, тон выравнивается. Здесь у нас гиалуронат натрий и сок алоэ. Детокс, лифтинг, экстра-увлажнение. Маска, кто любит маски-пленки, девчонки, очень достойная. Мне прям понравилось, с удовольствием ей пользовалась. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки у меня скопились в ноябре. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.